значит что сделал базовый 3 базовый 3 скал до свидания прайс ватархаусу эрстон янгу и другим аудиторским компаниям сказал что главным аудиторским заключением любой компании мира является годовой баланс принятой системой что такое принятой системы вот вы когда вы имеете и на нем каждый человек имеет именно он думает что это индивидуальный налоговый номер вот на платить налог вот там феодал ты вассал какой-то суверенитет налог тебя обложили наложили понимаете раньше даже те кто собирали в римской империи налоги они собирали подать кто сколько мог подать для дорог для этого а здесь налог вы понимаете какая ситуация это на самом деле это на самом деле ваш аккаунт ваш денежный аккаунт в международной балансовой системе и когда вы декларируете себя свои финансы в этой если вот вот сейчас как начали вот берут этот жулика своего там товарища эти с прайс ватархаус эрстон янг дают ему заключение что у нее там целый миллиард а у него там ничего нет да и он раз отправляет в систему а система она независимо работает от минфина от налоговой инспекции это система это вот так сказать понимаете да вы же не можете себя там своего аккаунта там одноклассников или еще что-то что-то обмануть и пойти против правил нет есть определенные правила так вот это сознание этот искусственный интеллект он присутствует вот есть волны которые идут до сотовой связи электричество телефон ваши так далее он присутствует и он понимает анализирует и получает соответствующую информацию когда заряжает туда кривой баланс поддельный система его не принимает и загорается красная лампочка а это означает начал расследования поэтому никогда лампочки начали везде загораться система включилась они поняли что фальсификация их не обман общество закончилась и они быстренько отразили это в базу летать что это они сделали они не по чтобы не думали что это него не пришел сварок совестью сюда я там сварок вы не мне о нем не вспоминайте это сделали опять товарищи сами против себя знаете и вот смотрим дальше с вами базы 3 1 отменил сказал что баланс второе что он сделал он сказал что главной валюты мира ламп из доллара евро там всякие валюты да что этого валюты это карантин это не деньги деньги это money английской а валюта это карантин а то есть платежные средства технология платежные средства же платите там электрон надо платить и там через qr-код платит это просто технология платежного средства который списывает у вас со счета валюту платежные средства и зачисляет насчет другому не важно через какую технологию это делать Главное, что это делается правильно и без ошибок, и без мошенничества. Вот это очень важно. Поэтому деньги – это казначейский билет. И когда включилась эта система, Базель-3 отразил еще такой момент, который называется главной валютой мира. Они назвали системное балансовое банковское золото. Что такое системное балансовое банковское? Я разъясню людям, чтобы они понимали. Вот когда сейчас воруют, вывозят в Афинаш, то под чайкой вырывали, вывозили, сын чайки сопровождал эти самолеты, без всего это золото. Сначала здесь они проводили Афинаш на территории РСФСР. Потом, когда здесь, значит, Союз Антитеррор взял их за задницу, они начали вывозить это самолетами тайно в другие места страны, там проводить Афинаш. Копят, копят себе эти слитки, воруют, воруют, воруют у народа, да, достояние. Вот. И вообще никаких норм, правил не прописано. Так я вас обрадую, товарищи. Это золото можете сохранить в себе. Оно будет для вас просто проклят. Объясню почему. Это металл. Металл это не системное балансовое банковское золото. Системное балансовое банковское золото, надо знать, что это такое. Это как раз и есть счета White Spirital Boy. И субсчета. Это то, что стоит в основе мировой финансовой системы. А уже золото, когда наверх ставят, это просто ставят как дополнительное покрытие визуально, чтобы понимали, что как бы это золото. Понимаете? Но работает в системе вот эта энергия, вот этот баланс. Он актив. Все, что остальное сверху, это просто уже накладывается. Документ, там, бонд, там, золото, все остальное. Это все уже, как говорится, прикладывается к этому. Без этого этого не существует. То есть, они не смогут сверху положить золото, подменить? А кто им разрешит? Вы знаете, что у них был живой, я сейчас не хочу на всю страну его, так сказать, называть фамилию. Это человек, которому мне очень жалко. Он был моим близким, с одной стороны, да? Он когда-то привел сюда Путину из Германии, там, и так далее. Человек очень серьезный, на мой взгляд, и далеко не глупый был человек. Ну, к сожалению, вот, видимо, та деструктивная матрица, которая залезла в его интеллект, а интеллект и разум. Вообще, ум и разум – это разные категории, понимаете? Разум – это система, а ум – это всего лишь этот компьютер, которым нужно, калькулятор, которым нужно пользоваться и класть иногда в тумбочку, забывать про него. Вот. Он нужен для… как инструмент к применению просто. Так вот, к сожалению, этот человек, до конца я с ним дружил, ну, вот он ушел с 31 на первое, так сказать, число, когда вспышка произошла очередная. Вот. Ушел, но этот человек, перед этим, мы с ним созвонились, и он мне сказал, да, Александр Николаевич, все, что ты мне говорил, я в этом убедился. Рассказал, что с ним произошло, как это получилось, я его предупреждал, и так далее. Он уже лежал в больнице в этот момент, не послушал меня. Так вот, я хочу сказать, что палет много, наворовали они ОМ-1, вот этих с долларами, с евро и так далее. Золото они, металл, много натаскали, но применить они этого не смогут. Система их не примет. Вот этот человек, он был главный по связи с Кабалом. То есть, он летал в Америку вместе с другими генералами. Видите, вы думаете, что вот эта вот украинская тема, которая идет на Украине, то есть гражданская война в СССР, террористическая, организованная гражданская война по Кьюстонскому проекту, оплаченному с украденных денег из Советского Союза, да, она организована как теми, так и этими, и управляется с одного центра. Другого ничего нет, это все уже знают, даже в детском саду, мне кажется, сейчас. Вот, поэтому, когда вот он летал туда, он прилетел мне и сказал, он приехал ко мне в больницу к нам, у нас свои клиники тут есть, приехал и говорит, Александр Николаевич, да, ты был прав, я убедился. Я встретился с этими четырьмя, отца, четыре Ротшильд, Морган, Рокфеллер и Бару. Вот эти четыре поганца, киборга, да, они все там пердуны. Вот после этого я ему сказал, что этот Дэвид Биджи Ротшильд сдохнет, он сдох в течение недели после того, как я ему сказал об этом. И все удивились, потому что на самом-то деле ему не сто лет было, ему гораздо больше лет. Надо понимать просто, за счет чего и как существовал этот киборг на Земле. И сколько он прошел уже обнулений цивилизации на Земле, да, до нас. Вот, поэтому, он когда приехал, говорит, я с ними разговаривал, и сказали, что американцы... Американцы раньше контролировали все. Вот висит большой такой телевизор, задают вопрос. Иллюминаты вот во Всемирном банке и в ФРС, они задают вопрос, где счета ГРУ. И все, все счета ГРУ в системе показывают. Там секрет, не секрет, система сама все показывает. Сейчас у них ничего нет, никакого контроля, никакого господства в системе нет. Они вообще отключены от бэк-офиса системы. Американцы. Американская корпорация вне закона. И она выключена, об этом народ не знает. Почему они перескочили на биткоин своим бюджетом, вы что думаете? Страна же доллар печатала. Кто им мешает печатать дальше доллар? Она не может ничего делать. Они ничего, у них все заблокировано. Все закрыто. ФРС не работает. Всемирный банк этот, бывший, не работает. АМФ тоже ничего не может делать, только может бравировать долгами, к которым они не имеют никакого отношения. Это все стоит, это коллапс. Об этом молчат. И вот эти продажные здесь смешники, продажные политики, тоже об этом молчат, потому что это их не боссы. Они еще в мошке у них прописаны как боссы сидят. И вот он когда прилетел, ему сказали, да, система выключилась, перезагрузить ее невозможно. Все закончилось. Это ему сказал вот этот Дэвид Беджеротш, он тогда вставал из колясочки даже, когда это самое приехал. И сказал, что у него нет ни грамма золота, не осталось. Что значит ни грамма? Колечко какое-то же должно быть. Так это не то золото. Это золото для тех, кто не посвящен. А те, кто посвящен, они знают, что это как раз иксиил. Это актив, тот, который находится вне земли глубоко, который активирован вот в этот древний компьютер. Помните, Веды? И заложили древние творцы источник в недра земли, дабы защищал чад расы великой и потомков рода небесных. Это Веды. Наши славянно-арийские Веды, сейчас они в интернете, можете смотреть их без проблем. А что такое этот источник? Вот этот источник и творит пространство золотого сечения, где мы с вами живем, можем что-то тут плавить, какие-то пластмассочки, собирать чего-то, существовать, дышать и все остальное. Вот это все находится в пространстве золотого сечения. Оно было подкривлено, сейчас оно выправляется. Когда оно выправляется, функции кривды уже не работают. И все, кто с кривдой, с враньем, с ложью, они сгидут. А те, кто с правдой и так далее, это успешные сегодня люди. Сегодня, а если раньше бизнес-слово это обман, это на самом деле надо думать так, чтобы вот сидит у тебя партнер, у него в кармане деньги. Любой бизнесмен, без нас, без нас, без нас, думает, как бы эти деньги у этого партнера перетечь в свой карман. Это все правила игры бизнеса. И в эту игрушку, тупую абсолютно игрушку, она даже примитивнее, чем в песочнице сидят дети играть, что-то с песочкой лебеда, они хоть какой-то креатив есть. Вот вкинулись все эти идиоты. Понимаете? И все в этом находятся и считают, что это такая мудрая основа жизни. Понимаете? Ну, я думаю, на елке-палке. Тогда инфузория туфелька, перед вами профессор. Вот. Короче, извините, что я так говорю, но так доходит лучше до людей, когда так резко, можно сказать, с уколами, с острыми углами. Иначе блоки вот эти не снять. Понимаете? Вот эти шаблоны, которые закрывают сознание человека, держат его в спящем состоянии, чтобы его погубить. Моя задача их взорвать, эти все шаблоны, убрать их, чтобы человек начал хотя бы задумываться. Пусть он сначала меня послушает, скажет, да какой ты идиот. Пусть он нервничает даже. Вот чем больше нервничает, тем больше задумается. А потом начнет ключики собирать в пространстве. И подсказки. А вот этот же говорил, бородатый этот идиот. Что вот так? А вот что вот так? И так все начинается. У меня таких много. Людей мне звонят, звонят уже через время. Помните, мы с вами познакомились 5 лет назад. Вы мне сказали, ой, все, моя жизнь изменилась. Я тогда вас не понял там. И так далее. Таких людей много. Так вот, короче говоря, получается так, что на сегодняшний момент подделать баланс невозможно. Система его не примет. А не примет система, значит нет баланса. А нет баланса, значит вот эти все по нормам права у тебя нет денег. Потому что деньги это и есть баланс. Все остальные банки вообще это сервис. Это организации, делающие сервис для ваших денег, балансов, которые должны вас обслуживать, вести учет и помогать вам применять это в нормах права. Все ваши вот эти вот деньги. Понимаете? Вот. А теперь еще один момент, что сделал Базель-3. То есть он объявил мировую валюту XEU и сказал, что любой финансовый институт, который имеет XEU, который вправе делать, он вправе номинировать любую валюту мира. Любой. Доллар. Вот раньше доллар без американцев вы не можете номинировать. Только евро можно было номинировать. Потому что у меня было условий. У, так сказать, миссионера евро. Сейчас вы можете номинировать доллар, евро, все что угодно, если у вас есть XEU. Понятно? А современные вот эти доллары, евро и так далее, их называют фиатными, да? А фиатные – это пустое. Это определение почитайте. Поэтому пусть на меня не обижаются миллиардеры, квадрилляндеры и там другие, так сказать, фантазеры, укравшие, так сказать, цифры и написавшие их у себя на коленке из мировой финансовой системы, когда все это окончательно у них исчезнет. Потому что фиат – это пустота. И пусть молят Всевышнего, что это просто исчезло. Потому что эта система, не система, а структура. Вот есть система, она наша, это хорошее слово. И в ней есть контур, структура фиатная, которая разрослась внутри системы. Вот эта деструктивная структура, фиатная, мировая финансовая система, она долговая. Что такое долговая? Человек имеет счет долговой в этой системе, на структуре. И он с большими нолями. Это означает, что у него столько долгов. Перед кем? Перед М1. Вот чем больше он этих цифр у себя держит, это не его заработок, это долги, за которые ему придется отвечать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...